А в самой Раде сегодня не только считали, сколько страна денег потратит, но и прикидывали, сколько получит. В Киев прибыл президент Всемирного банка. В Украине он пробудет два дня. Джим Йонг Ким намерен встретиться с главой государства и премьером, пока же пообщался со спикером и представителями фракций. Обсудили реформы, проведенные и предстоящие, затронули и вопрос создания антикоррупционного суда. Напомню, Всемирный банк – один из крупнейших кредиторов Украины за 25 лет сотрудничества. Организация инвестировала в украинские проекты около 11 миллиардов долларов. Мы понимаем, насколько важны реформы, которые сейчас происходят в Украине. Много уже сделано, это правда, но еще больше предстоит сделать. Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, то обменялись отдельными обязательствами с Европейским инвестиционным банком и таким образом смогли дать больше денег вашей стране. Сейчас мы ищем дополнительные ресурсы, чтобы направить их в Украину. На встрече представители депутатских фракций рассказали о своем видении ситуации в Украине. Нардепы-оппозиционеры предложили усилить контроль за тем, как используются деньги от международных финансовых организаций. Наряду с критической оценкой результатов деятельности правительства и власти по так называемой реформе в Украине мы предложили создать специальный орган, который будет контролировать целевое использование международной финансовой помощи и международных кредитов в силу активного их нецелевого использования украинской власти. Эта мысль, как мне кажется, нашла понимание у руководства Мирового банка.